Девушки отдыхают Его таинственное исчезновение породило немало слухов и версий за последние 500 лет, а оставленный трон захватил его дядя Джуди, ставший императором Юн Ле. Многие историки утверждали, что, будь Джуди, Минская династия, не продержалась бы у власти 200 лет, а известный философ Лян Цичао даже назвал этого правителя непревзойденным императором, но сам Джуди едва ли бы с ним согласился. Этот правитель был сыном наложницы, да еще с клеймом узурпатора, поэтому ему требовалось приложить немало усилий, чтобы укрепить императорскую власть и заставить всех забыть о постыдных секретах. Ради этого и были созданы великие чудеса света, запретный город, храм неба, знаменитый колокол Юн Ле и энциклопедия, тоже известная по имени императора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова История фарфора. Серия пятая. Навстречу волнам. Это Нанкин, бывшая китайская столица, где была провозглашена династия Мин. К востоку от города лежит три гигантских камня. Это части стелы из карьера Яншань. Если бы их удалось поставить ровно, получилась бы башня высотой 70 метров, символ центра империи. Но, к несчастью, как свидетельствовали очевидцы, событий даже 100 тысяч верблюдов не могли бы сдвинуть с места такую громаду. Даже в наши дни не найдется техники, которая могла бы переместить такую глыбу весом 300 тонн. Джу Ди изначально собирался воздвигнуть эту стелу в память о своем предшественнике Джу Юнжане, чтобы засвидетельствовать перед всеми свою верность принципам законного наследования власти. Но к его стыду этим планам не суждено было осуществиться, и каменные глыбы вместо гордости вызвали чувство неловкости и разочарования императора Юнгле. Но Джу Ди не остановился и призвал 100 тысяч мастеров на другой грандиозный проект. Создать 80-метровую фарфоровую башню в честь своей матери, строение, на чье сооружение ушло 19 лет, должно было затмить собою неудачу со стелой в карьере Яньшань, которую правитель назвал первой башней. 200 с лишним лет спустя голландский дипломат Ньюхоф утверждал, что ни одно другое здание в Китае не сравнится с этой башней, и даже Ганс Христиан Андерсон, знаменитый сказочник, который никогда не бывал в Китае, упомянул в одной из своих историй фарфоровую башню, покрытую большими керамическими кирпичами. В те времена с любого корабля, что двигался по реке Янзы на расстоянии 200 километров, было видно это настоящее чудо света. Ее создание означало, что для китайского керамического производства наступила новая эра, но, к сожалению, знаменитое строение не сохранилось до наших дней. Его разрушили полтора столетия назад, во время восстания против владычества империи Цин. С тех пор, как в Китае впервые зазвучал мелодичный звон фарфоровых изделий, каждая новая династия стремилась создать еще более совершенные произведения керамического искусства, чем предшественники. И эти вещи вызывали восхищение потомков на протяжении многих столетий. Удалось ли в империи Мин придумать нечто, что превосходило бы трехцветные изделия эпохи Тан или продукцию знаменитых мастерских периода Сун? И смог ли город Цзинде, центр производства китайской керамики, где создавали тяжелые фарфоровые изделия по традиционной технологии, выдержать нарастающую конкуренцию? Китайский флотоводец и путешественник Джен Хэ прославился благодаря своим семи крупномасштабным морским походам по Индийскому океану. Однако далеко не все знают, что это не единственная его заслуга, ведь именно Джен Хэ руководил возведением фарфоровой башни в Нанкине. Этот кусок дерева, привезенный из Нанкина, на первый взгляд кажется совершенно обычным, но эксперты выяснили, что данный объект длиной 11 метров был когда-то рулем на старинном деревянном корабле. Исходя из размеров этой детали, сам корабль весил около полутора тысяч тонн и должен был быть примерно 150 метров в длину, то есть в пять раз больше, чем Санта-Мария, на котором Колумб открывал Америку. Выяснилось также, что в империи Мин была кораблестроительная верфь на семь больших доков. Некоторые специалисты полагают, что именно здесь и строились корабли для флота путешественника Джен Хэ. Во времена Чжен Хэ технология строительства кораблей и навыки китайских мореплавателей были на мировом уровне. Более 500 лет назад Джен Хэ возглавил громадный флот из десятков тысяч человек, который направлялся в азиатские страны к западу от Китая и в Восточную Африку. Стоит отметить, что это грандиозное путешествие Джен Хэ предпринял по распоряжению императора Юн Ле, чтобы создать ему в мире репутацию щедрого и милосердного правителя. Среди товаров, которые участники экспедиции везли с собой, был шелк, чай и фарфор. Голландский Лео Варден, как многие другие европейские города, не отличается нарочитой красивостью. В расположенном здесь Национальном музее керамики Принцесс Нхоф собрана впечатляющая коллекция китайского фарфора. Куратор отдела Восточной Азии доктор Эва Струбер восемь лет занималась исследованиями на Тайване. Это один из наших ценнейших экспонатов. Ваза с драконом, сделанная в период Юн Ле, в начале 15 века. Здесь изображен такой властный дракон. Это типично для стиля Юн Ле. В самом деле у него острый взгляд, мощные когтистые лапы, угрожающая поза и гордый независимый вид. Многие зарубежные музеи имеют в своих собраниях китайские вазы с сине-белым изображением дракона в период Юн Ле. Эти летящие существа из легенд были для Китая того времени символом постоянно растущей мощи империи под управлением императора Джуди. У дракона три когтя. Эта ваза явно сделана в Цзиндэчжене для императора, но у дракона не пять когтей, как было обычно на вещах правителя. Мы почти уверены, что эту вазу взял с собой Чжэнхэ в одно из морских путешествий в Индонезию. Интерес к этим специфическим китайским произведениям искусства был настолько велик за рубежом, что спрос на такой экзотический товар с Востока стабильно рос, несмотря ни на какие политические потрясения в самом Китае. Таким образом, фарфор превратился в главный символ растущего влияния Срединной империи. И хотя роскошные легкие шелка и ароматный чай тоже были весьма популярны за пределами Китая, они не обладали такой способностью противостоять времени, как фарфор. Об этом экзотическом по тем временам в виде искусства, благодаря морскому походу, Чжэнхэ узнали даже в таких дальних странах, куда раньше еще ни разу не добирались торговцы этим товаром. А китайский Цзиндэ, в свою очередь, стал приобретать все большее значение в мире. Дуань Пэнзинь Дуань Пэнзинь все 40 лет своей жизни провел в Цзиндэ. Каждый год в один из дней июня он встречается со своим мастером и товарищами по ремесленному классу. Это не просто мой мастер, он мой крестный. Лучше ему задавайте вопросы, не мне, не сейчас, позже. Поешь для начала. На этой ежегодной встрече для туристов, что съезжаются со всего света, устраивают настоящее представление, показывая старинную технологию китайских мастеров по обжигу фарфора. А это был уже завершающий этап в сложном и долгом процессе керамического производства. Дуань Пэнзинь и его учитель устраивают показательный обжиг в реставрированные печки округлой формы эпохи династии Мин. Именно так работали мастера по изготовлению керамики много веков назад. Музыка Музыка Сейчас наступает самый главный момент всего процесса. В жарких объятиях пламени глина меняется, она преобразуется до неузнаваемости. Возможно, именно благодаря этим метаморфозам старинный китайский фарфор пользуется такой популярностью в мире. В правлении императора Юн Ле из династии Мин в городе Цзиньде действовали почти 60 керамических мастерских, работающих на государство. В них ежедневно трудились свыше 10 тысяч ремесленников. А размах производства превышал масштабы в период Юаньской империи. Но даже такое щедрое предложение не могло удовлетворить растущий спрос. Поэтому власти страны были вынуждены передать часть заказов частным мастерским. Секреты мастерства передавались из поколения в поколение, даря новые надежды потомственным ремесленникам. Современным туристам трудно представить, о чем думали древние мастера, разводя огонь в печи, чтобы создать очередной шедевр. А вот насколько оправданы были надежды современных мастеров. Что у них получилось? Ради чего они так долго томились ожиданием? Мы сейчас увидим. Вот и новая ваза готова. Пожалуйста, сделайте шаг назад. Видите, рисунок белый с синим и красным. В наши дни многие жители индонезийской Джакарты работают в порту, проводя здесь большую часть дня. В местных доках стоят деревянные корабли, которым больше ста лет. Но несмотря на такой возраст, они все еще на ходу. Здесь загружают товары со всего мира, чтобы дальше везти их по суше. Во времена династии Мин увидеть множество парусов на горизонте, когда сотни гигантских кораблей одновременно приближаются к берегу, было все равно, что попасть в сказку. И жители Юго-Восточной Азии при виде такой картины, наверное, решили, что грязит на его. А когда иностранные путешественники начали сгружать изысканный фарфор и другие сокровища со своих кораблей, восторженное удивление местных жителей вряд ли можно было вообще описать словами. И когда Джен Хэ со своими спутниками отправился в обратный путь, следом за ним поспешили знатные иностранцы, чтобы, наконец, своими глазами увидеть страну, обладающую такими сокровищами. Сяо Ань живет в городе Дэчжоу, провинции Шэньдун, и внешне мало чем отличается от соседей, но по ее родословной можно написать увлекательную историю. А теперь все вместе следуйте за мной. Я покажу вам, что находится за этими воротами. Ему особенно нравились одеяния знатных вельмож при дворе императоров из династии Мин. И он оделся также для парадного портрета, написанного в интерьерах этого дворца. Изображенного на портрете человека зовут Падука Батара. Он правитель султаната, восточный Сулу. Как ни удивительно, Сяо Ань является его потомком. Это деревня Бэйин. Здесь живут потомки султана восточного Сулу. В детстве мой дом был вон там. В этой деревне все мусульмане. Посмотрите на эту дощечку над дверью. Это традиционная для ислама формулировка «входи и выходи с миром». Что-то вроде новогодних пожеланий. Без малого 600 лет назад три правителя султаната Сулу, сосвитые из 300 с лишним человек, отправились в Китай. Засвидетельствовать свое почтение императору Джуди. Правитель был счастлив. Наконец-то его широкие жесты начали приносить плоды. Заморские гости получили от императора щедрые дары. Но на обратном пути один из них, правитель восточного Сулу, к несчастью скончался в Дэйчжоу, не успев вернуться на дорогую его сердцу родину. Часть сопровождавших султана родственников и слуг осталось охранять его могилу. А в правлении династии Цин их потомки стали подчиненными Китайской империи. Император Юн Ле до крайней степени любил фарфор и требовал его в больших количествах, поэтому в период его правления делались произведения, отличающиеся особой величественной красотой. Они даже вошли в историю под именем Юн Ле. При императоре Джудии производился не только фарфор с бело-синей окраской, но также покрытый приятной белой глазурью, такие вещи, которых сейчас почти не найти. Что особенно удивительно, несмотря на невероятный подъем керамического производства, в правлении Юн Ле при нем не создали абсолютно нового стиля фарфора, как это было в эпоху Тан, Сун или во времена Юаньской династии. Возможно, что для Джудии фарфор был просто способом продемонстрировать свою щедрость и харизматичность. Поэтому, когда император отправлял очередную флотилию кораблей в далекое плавание, участники экспедиции везли с собой фарфор, чтобы вручить его в заморских странах в качестве подарков. В 1424 году Джуди скончался, и с его уходом завершилась самая увлекательная глава в истории династии Мин. А несколько лет спустя флотилию Джен Хэ поставили на прикол, что вызвало у прославленного путешественника горестные сожаления. Китай возвращался к политике закрытых дверей. Ситуация развернулась в обратную сторону, лишь в эпоху великих географических открытий. Еще император Джу Юанчжайн издал указ о том, что ни один торговый корабль не должен причалить к китайским берегам или отплыть от них. Для флотоводца Джен Хэ возвращение старого запрета на морскую торговлю стало ударом. Оно означало, что ему остается лишь печально вглядываться в синюю даль. Но в то же время Китай стал объектом особого интереса иностранцев. В 1492 году Колумб, направляясь на самом деле в Индию, открыл Северную Америку. А затем и Южную. В 1498-м португалец Васко де Гамо обошел мыс Доброй Надежды и достиг берегов Индии. В 1521-м Фернан Магеллан пересек Атлантические Тихие океаны и даже побывал на родине правителя султаната Сулу. И хотя сам мореплаватель погиб на чужбине, год спустя единственный уцелевший корабль из его флотилии Виктория вернулся в Испанию, завершив первое в истории человечества морское путешествие вокруг света. Честолюбие искателей приключений обогатило человечество множеством великих географических открытий. Хотя некоторые исследователи утверждают, что первым обе Америки, а также Австралазию открыл китайский путешественник Джен Хэ. Правда, убедительных подтверждений этому нет. А даже если бы и были, самого флотоводца это едва ли особо порадовало. В 1514-м году португальские мореплаватели пересекли бурные моря и впервые в истории высадились на китайском побережье. Колсели, вероятно, оказался первым европейцем, который в полной мере оценил перспективность китайского фарфора. На тот момент он даже не знал, как эта посуда называется по-китайски, зато сразу понял, что ее надо брать. И закупил одним махом целых 100 тысяч изделий. Он безошибочно угадал, что этот товар моментально принесет ему баснословную выгоду. История умалчивает о том, каким образом ему удалось обойти императорский запрет на морскую торговлю. Но 8 лет спустя король Португалии издал указ, что все купеческие корабли по возвращении с Востока должны по меньшей мере на треть быть загружены фарфором. Этот товар оказался до такой степени прибыльным, что породил многочисленных контрабандистов, а уж они-то сумели найти немало лазеек и обойти торговые запреты. Специалисты полагают, что в 16 веке объем экспорта фарфора в Европу составил 2 миллиона изделий. И это лишь по самым скромным подсчетам. Прибыль от продажи этого товара достигла 600%, и ему даже придумали иностранное имя – Чайна. Появление фарфора в Европе породило новое повальное увлечение. Императоры династии Минь предпочитали восторгаться шедеврами китайского искусства за закрытыми дверями. Складывается впечатление, что вся душевная щедрость и открытость китайских императоров была израсходована в правлении Юнле, а в Европе тем временем росло увлечение идеями возрождения. Решедшее с Востока фарфоровое искушение было такой силы, что не смогли устоять даже знаменитые флорентийцы Медичи, где главным ценителем заморской роскоши оказался Франческо Медичи. Он не мог смириться с тем, что такую красоту производят только в Китае, и задумал амбициозный проект создать такую же посуду. В имении Медичи Франческо устроил мастерскую, где ставил эксперименты. Ремесленники смешивали молотое стекло с белой глиной, пытаясь получить керамику. Им казалось, что фарфор такой полупрозрачный из-за добавления в него стекла. Однако версия оказалась неверной, и полученный мастерами результат совершенно не оправдал ожиданий. Правда, в наши дни туристам в китайском дзиндэ порой предлагают и не такие смелые эксперименты. И на этом фоне идеи гончаров из мастерской Медичи не кажутся такими уж странными. В голландский город Делфт, широко известный своими давними традициями фарфорового производства, мы приехали поздней осенью. Здесь живет Симон, чья семья сильно выделяется на фоне соседей. Его жена родом из Вьетнама, и у них трое очаровательных шустрых малышей. Под влиянием жены Симон всерьез заинтересовался восточной культурой. Он ведущий художник королевской фабрики фарфора в Делфте. Когда я приехал в Китай, то поразился, какие большие вещи там делают из фарфора. В Голландии мы такого не можем сделать, просто невозможно. Никак. Фарфор ручной работы из Делфта давно превратился в такой же национальный символ Голландии, как тюльпаны. Правда, при ближайшем рассмотрении обнаруживается поразительное сходство с китайским белосиним фарфором. И оно не случайно. В 1567 году император Лун Цин, наконец, внял многочисленным просьбам и снял запрет на морскую торговлю. И почти сразу же китайский белосиний фарфор мощным потоком хлынул в Европу. Правда, так называемый морской запрет еще долго давал о себе знать различными ограничениями. Отказ от него давался империи нелегко. Поэтому спрос на китайский фарфор на Западе по-прежнему сильно превышал предложение. И тогда голландцы решили закупать в Китае белую глазурь и другие материалы, чтобы затем самостоятельно изготавливать белосиний фарфор. Китае белосиний фарфор Эта копия сделана 400 лет назад. И хотя ее создали в Европе, внешне она почти неотличима от китайского оригинала. Рисунок, судя по всему, воспроизведен очень точно, вплоть до мельчайших деталей. Голландскому художнику даже удалось скопировать все китайские иероглифы, явно не зная языка, просто как декоративные элементы. Правда, никого это особенно не смущало, потому что предназначался товар для таких же европейцев. И вскоре керамические изделия из Делфте стали пользоваться большой популярностью. Однако голландцам еще только предстояло освоить секреты производства, а пока свои копии, пусть даже очень похожи внешне, они обжигали при слишком низких температурах. Так что качество оставляло жилотлушиво. Такая керамика была более хрупкая, чем китайская, и текстура не отличалась однородностью. Пока европейцы ломали голову над секретом качественного фарфора, в китайском керамическом производстве произошла мини-революция, которая пришлась на первую половину правления династии Мин. Родилась особая техника – доуцай. Орнамент под глазурью по-прежнему оставался бело-синим, а вот над глазурью использовалось большее цветовое разнообразие, и эти два слоя словно состязались друг с другом. Специалисты отмечают, что в правлении императора Чэньхуа в Китае перестали производить крупные фарфоровые изделия, зато созданные в тот период небольшие предметы отличаются уникальным характером. Из такой посуды приятно неспешно пить ароматный чай и любоваться рисунком. Размеренная жизнь была одинаково популярна среди аристократов и представителей власти. Во второй половине эпохи династии Мин чиновники стали настолько коррумпированы, что это уже тормозило развитие империи. К счастью, особо серьезных внешних угроз тоже не было, так что известный военачальник Ци Цзигуан успевал и с пиратами на восточных рубежах справляться и атаки на Великую Китайскую стену на севере отражать. Гражданскую сторону руководства страной успешно осуществлял Чжан Цзуйчжен со своими министрами. Правда, восстановление морской торговли шло трудно, поскольку запрет на нее долго давал о себе знать. Но и этот вид коммерческой деятельности постепенно налаживался, поэтому государственная казна получала налоги далеко не со всех коммерческих операций. В конечном итоге это тормозило развитие экономики в стране. В том числе отражалось и на фарфоровом производстве. Но несмотря на трудности, некоторые историки утверждают, что именно в эпоху Мин в Китае зародились рыночные отношения. Неудивительно, что у итальянского миссионера и иезуита речи жизнь в Китае в тот период вызывала смешанные чувства. Все, что необходимо людям для счастливой жизни, будь то одежда, еда, хозяйственная утварь или же несметные богатства, все это в избытке производится на территории империи. Они совершенно не нуждаются в иностранных товарах. Жители этой страны не верят в Эдемский сад. И они совершенно не стремятся туда попасть. Ведь та земля, где они живут сейчас, является райской в их представлении. Воспринимая ситуацию со стороны, Ричи также отмечал падение нравов богатой аристократии и ученых в рай на земле. А на этом фоне даже неудивительно, что фарфоровое производство тоже начало скатываться в сторону вычурности и вульгарности. Через некоторое время после появления техники дауцай китайские мастера придумали новую, пятицветную, которую назвали уцай. И такое развитие событий отражало общие тенденции, которые существовали в обществе той эпохи. Новый стиль росписи со сложными по исполнению орнаментами в виде гроздей цветов выглядел еще более ярким и пестрым, чем дауцай. Но проблема в том, что большинство красителей теряет свои качества при высоких температурах в печи. Однако мастерам удалось придумать решение этой проблемы, которым пользуются и в наши дни. Использовать двойной обжиг. Вначале в печь отправляется только фарфоровый бисквит. А после первичной обработки при высоких температурах на изделие наносится уцай, и оно проходит вторичный, завершающий обжиг уже при более низкой температуре. Изобретение новой перспективной технологии прибавило славы и блеска, движущейся к закату империи Мин. Появление разноцветного фарфора также заложило основу экономического процветания, пришедшей ей на смену династии Цинь. Конечно, фарфор нового стиля выглядел более ярким, кричащим, ему явно не хватало ирригантной утонченности, которые так ценили в храмах и в домах знатных вельмож. Однако пестрый и порой безвкусный младший брат довольно быстро вытеснил с пьедестала изысканные произведения керамического искусства. Люди не могут поверить, что китайские мастера фарфора в те времена создавали такие сложные вещи. Китайский фарфор стал широко известен в Европе лишь к концу эпохи династии Мин. Будь то на юге в Италии или на европейском севере в Голландии, все попытки воспроизвести экзотическую керамику оборачивались провалом. В конце концов, было решено просто построить корабль и отправиться в морскую экспедицию. Вначале эту идею осуществили португальцы и испанцы, а следом за ними подняли паруса жители еще одного морского государства – Нидерландов. Правда, плыть в Китай южным маршрутом было в те времена крайне опасно, и голландцам ничего не оставалось, как попробовать добраться на восток, обогнув континент с севера. Однако там дорогу путешественникам преградили снега и лед, поэтому от такой идеи пришлось отказаться. Сейчас в этом здании в столице Нидерландов находится Амстердамский университет, а 400 лет назад здесь располагалась голландская остынская компания. Это зал для совещаний. Здесь руководство голландской остынской компании когда-то договаривалось силой перехватить лидерство у Португалии и Испании в отношениях с Востоком. В 1602 году они захватили португальское торговое судно «Кларк». Среди трофеев остынской компании оказался большой груз китайского фарфора, выполненного в необычной манере. С тех пор такую посуду даже стали называть в память об этом случае «Кларк-фарфором». Вскоре после разграбления «Кларка» голландцы захватили еще один торговый корабль. Этот корабль принадлежал португальцам, на борту которого было 100 тысяч предметов. И все они были из китайского фарфора. Победители быстро распродали награбленное. Благодаря этому голландская остынская компания не только удвоила свой капитал, но и перехватила контроль на морском пути на Восток. Несколько столетий назад это помещение использовалось в качестве склада остындийской компании. А сейчас здесь оставляют свои велосипеды студенты университета. Возможно, это самая дорогая в мире парковка для велосипедов. Свыше 400 лет назад это помещение было целиком заполнено несметными сокровищами, которые перевозились на многочисленных голландских торговых кораблях. Этот тайваньский замок красного цвета в районе Даньшуй муниципального образования Новый Тайбэй. Называют еще Замок Рыжеволосых. Прозвище никак не связано с цветом здания. Оно служит напоминанием о голландцах, которые впервые ступили на тайваньскую землю в 1642 году. Они изгнали с острова немногочисленный испанский контингент и постепенно захватили Тайвань, превратив в свой военный плацдарм. В 1644 году, когда Рыжеволосые перестроили этот замок, последний император династии Мин Чунчжэнь повесился. Округ Пенхэ в муниципальном районе Джанчжоу провинции Фудзянь отделен от Тайваня узкой полоской моря. Эта местность знаменита своими сладкими, как мед помелла. Поэтому фермер Эван, который разводит цитрусовые, даже представить себе не может, что когда-то местные жители производили совершенно иной и гораздо более прибыльный товар. В 1998 году из-под земли выкопали печь для обжига фарфора и осколки сине-белых шкатулок. Вот такие, как вы видите здесь. И мастерская была не одна. Оказывается, когда-то в нашей местности было фарфоровое производство. Долгое время ученые никак не могли выяснить, где же все-таки изготавливался столь популярный в Европе кларк-фарфор. И лишь в 90-е годы прошлого века археологи обнаружили в этой местности большое количество фрагментов керамики такого стиля и около ста печей для обжига периода династии Мин. Так называемый кларк-фарфор имеет бело-синюю окраску и напоминает изделие из города Дзинде. Правда, пинхэ находится от него на довольно большом расстоянии. Как же здешние мастера придумали изготавливать посуду, которая до такой степени повлияла на азиатское производство и потрясла европейцев? Джу уже много лет живет в городе Дзюфэн, в Пинхэ. Он показал нам секретное место, о котором мало кто знает, захоронение Дзэнси. Говорят, что у этого места удивительная энергетика. Оно удачно расположено. Назад направление на север, вперед на юг, в сторону гор. Как следует из названия, хоронили здесь в основном жители Дзянси. По легенде, именно они принесли в эти места секреты фарфорового производства из города Дзинде. Более того, в земле под цитрусовыми рощами залегает большое количество каолинита, которые используются для производства фарфора. Получается, в этом году городке было и сырье, и мастера, которые владели секретами изготовления фарфора. И финальным стимулом для запуска производства стала отмена морского запрета императором Лунцином во второй половине эпохи Мин. Этот шлюз построен в устье одного из притоков реки Цзунлун в Чжанчжоу. За его состоянием следит 60-летний мастер У. Он работает здесь всю жизнь. Мастер даже представить себе не мог, что 400 лет назад здесь находился один из крупнейших в Восточной Азии портов под названием Юэ. Когда император Лунцин снял морской запрет, первоначально торговые корабли могли курсировать между Китаем и зарубежными странами только через эту гавань. Когда порт Юэ в Чжанчжоу открылся для торговых кораблей, у Китая стали стремительно расти коммерческие связи с заморскими странами. Мы находимся на расстоянии менее 100 километров от порта Юэ. В прежние времена груз фарфора и спинхэ можно было всего за сутки доставить по реке на побережье, чтобы оттуда уже отправить на корабле в любую точку мира. Многие считают, что появление так называемого Кларк-фарфора связано с ситуацией на международном рынке, потому что когда запрет на морскую торговлю вновь ввели в эпоху ЦИН, производство этой белосиней посуды стало сокращаться, а порт Юэ пришел в запустение. Остров Нань-Ао в городском округе Шэньтоу провинции Гуандун кажется крошечным на фоне других китайских островов, но он имел огромное значение в истории страны. С ним связаны значительные события и известные имена. По легенде, правители династии Южная Сун спрятали на острове свои сокровища, а в эпоху Мин здесь скрывались пираты. Подобные истории всегда пробуждали человеческое любопытство. А в 2007 году к Нань-Ао был прикован интерес всего мира. Что же сейчас происходит на месте археологических раскопок на острове Нань-Ао? Вы видите место, где обнаружили большую часть фарфора с затонувшего корабля. Сейчас на ваших экранах одна из кают разбитого судна. Корабль эпохи династии Минь, затонувший 400 лет назад, лежит неподалеку от берега на дне моря. На его борту найдены 10 тысяч предметов из кларк-фарфора. И это уже не легенда. Это подтверждение того, о чем мы рассказывали раньше. Торговое судно ушло под воду менее чем в 200 километрах от порта Юэ. В его трюмах был белосиний фарфор, сделанный в частных мастерских Пинхе. Ученые выяснили, что это был иностранный корабль, который пошел ко дну, едва успев поднять паруса. Оказалось, что он перевозил также некие запрещенные товары и по меньшей мере четыре пушки. Так что, возможно, это было судно контрабандистов, которые шли в обход морскому запрету. Но как бы там ни было, эта история словно миниатюрный слепок взлетов и падений в истории фарфора эпохи Мин. Подобные следы кораблекрушений можно найти в Азии, Африке, Европе и обеих Америках. Так что, можно утверждать, что эпоха династии Мин была настоящим началом глобализации. А вот как в 2012 году проходил финальный день поисковых работ у острова Нань-Ао, которые длились пять лет. Доставать предмет из затонувшего судна пришлось с использованием специальной рамки. Руководитель команды археологов Цуи Юн проводит последние исследования, чтобы потом составить рисунок подводной части, побережья Нань-Ао, где он проработал целый год. На протяжении всей эпохи империи Мин правители страны судя по всему особо не жаловали фарфор. О нем не писали в официальных исторических документах и даже миссионер Иезуит Ричи лишь вскользь упоминает о нем. И все же фарфор распространялся как по территории Китая, так и за его пределами. Сказать, что он был просто популярен, значит ничего не сказать. И огромный спрос на эти изделия лишь еще сильнее подстегивался императорскими запретами. Распространение фарфора во многом зависело от мореплавания. Этот способ транспортировки был сопряжен с многочисленными опасностями. Их далеко не всегда можно было просчитать на берегу. И сейчас трудно сказать, как изменилась бы судьба фарфора, если бы другие китайские императоры продолжили бы политику открытости Джуди. Но в истории нет сослагательного наклонения и в любом случае триумфальная эпоха феодального Китая подходила к концу. Под влиянием исторических потрясений развития фарфора тоже переживал нелегкие времена. А тем временем наступила эпоха великих географических открытий. Она диктовала свои законы и Китай вынужден был в конце концов впустить чужестранцев в свой рай на земле. С тех пор китайский фарфор, который полтора тысячелетия был тайной за семью печатями, потерял романтический ореобу.